Говорит Черкесск В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте! Вот некоторые темы. В регионе стартовали весенние полевые работы. Аграриям предстоит засеять 125 тысяч гектаров площадей. Жители Карача-Чекесии могут проголосовать за благоустройство общественных территорий в пяти населенных пунктах республики. В Возжигутинском районе прошла масштабная генеральная уборка, участники которой от мусора очистили более 40 гектаров. И на следующей неделе в Черкесске пройдет 10-й всероссийский отборочный турнир по вольной борьбе. Далее подробно. В Карача-Чекесии работала представительная делегация Совета Федерации России. Сенаторы провели в регионе серию выездных совещаний, а также посетили ряд сельхозпредприятий и социальных объектов. С главой региона и правительством республики они обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса, туризма, строительной и социальной отраслей Карача-Чекесии. Какие решения были приняты по итогам поездки? Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмад Салпагаров. Совещания были динамичными, плодотворными и привели к принятию конкретных решений. В сфере здравоохранения говорили о необходимости строиться новых больниц. Для аграриев ключевым вопросом была господдержка по защите растений от градобития. Еще один ключевой вопрос – это строительство плодохранилищ и распределительных центров. В регионе за последние несколько лет проделана большая работа по возрождению фруктовых садов. На промышленный уровень вышло производство яблок, груш и даже персиков. Для того, чтобы сельхозтоваропроизводители могли круглый год продавать свою продукцию, необходимо строительство такой инфраструктуры. Центральное внимание было уделено туристической отрасли. Сейчас актуальным является реализация недавно принятого закона, направленного на развитие индустрии отдыха на особо охраняемых природных территориях. Для курорта Дамбай планируется разработка мастер-плана его развития с новыми канатными дорогами, горнолыжными трассами, трассами для беговых лыж и зонами отдыха. Еще один мастер-план будет создан и для Софийской поляны. И, конечно, важна качественная подготовка специалистов в сфере туризма. Детально обсуждалась модернизация коммунальной инфраструктуры региона. В частности, речь шла о реконструкции очистных сооружений поселка Дамбай, о необходимости увеличения мощности объектов группового водоснабжения населенных пунктов Узджиутинского, Прикубанского районов и новых микрорайонов в северной части города Черкесска. Программа позволит повысить качество предприятий. Предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения и теплоснабжения и улучшит условия проживания жителей в 14 населенных пунктах региона, рассказывает заместитель министра строительства и ЖКХ Корчачий Кейси Зульфира Батчаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и с замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. Православные верующие отметили главный христианский праздник – Пасху, День Воскресения Христова. Во всех храмах Корчачий Кейси в ночь на 16 апреля прошли богослужения и крестные ходы. Празднование Пасхи продолжится 40 дней вплоть до Вознесения, который в этом году отмечается 25 мая. Столько же, сколько Христос провел вместе с учениками после своего воскресения. В эти дни верующие стараются всей семьей побывать в храме, где все эти 40 дней сохраняется торжественное убранство. Поздравила жителей республики с праздником Светлой Пасхи, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. В эти дни Светлой Пасхи я хотел бы обратиться ко всем вам с пасхальным приветствием. Христос Воскресе! В эти дни Светлой Христовой Пасхи я хотел бы пожелать всем нам благословенного крепкого кавказского здравия, которое пусть станет доброй основой для наших добрых и искренних дел. Пусть станет основой для нашей дружбы с теми, кто живет рядом с нами, с людьми разной национальности и религиозной традиции. Пусть эти дни пасхальной радости наполнят нас поводом обнять своего соседа, улыбнуться близкому человеку, крепко пожать руку своему другу и сказать, слава Богу, мы живем на нашем благословенном Кавказе. И дай Господи, чтобы также в надежде, в любви, в радости, в добрых трудах жили и наши дети. С праздником, мои родные, со Светлой Христовой Пасхой! Первый заместитель председателя парламента Карачащи Кейси Дагир Смакуев и депутат Народного собрания Фатима Карданова проинспектировали ход строительства ФОК в селе Чапаевском Прикубанского района. Они осмотрели объект, пообщались с представителями подрядной организации и оценили качество и объем выполненных работ. Для этого населенного пункта строительство такого масштабного спорткомплекса очень важное событие, ведь именно у его жителей самые большие спортивные достижения, сказал Дагир Смакуев. Напомним, строительство ФОКа началось в декабре 2020 года. Это будет современный спортивный объект с универсальным залом размером 42 на 24 квадратных метра для соревнований и тренировочных занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону, гандболу, теннису, тренажерными залами, залом для занятий единоборствами, борьбой, боксом, самбо и дюдо. Помимо этого, здесь будут располагаться комнаты тренеров и инструкторов, кабинеты врача, административные и технические помещения, душевые и раздевалки. В здании будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Общая площадь объекта – 3,5 тысячи квадратных метров. В республике стартовали весенние полевые работы. Напомним, в этом году аграриям Карача-Чикесии предстоит засеять 125 тысяч гектаров. В основном это будут традиционные зерновые и зерновобовые культуры – подсолнечник, картофель, сахарное сёкло, а также пшеница, кукуруза на зерно и другие. А зимы занимают более 17 тысяч гектаров. На сегодняшний день во всех районах республики произведен сев яровых пшеницы и чменя, кукурузы на зерно, сахарные свёклы, подсолнечника и картофеля на площади более 5 тысяч гектаров. Сельхозтоваропроизводители региона обеспечены посевным материалом более чем на 98%, при этом доля семян отечного производства составляет 82%. 28 апреля в центре «Мой бизнес» в Карачао-Чикесии при поддержке регионального Минэкономразвития состоится ежегодный форум для самозанятых республики. Предпринимателям расскажут о государственных мерах поддержки для самозанятых, о том, как выстроить личный бренд, об основах построения, о финансовой грамотности и повышении дохода, а также как правильно построить бизнес-процессы и с чего начать продвижение при ограниченном бюджете. Сразу 11 военнослужащих из Карачао-Чикесии, отличившиеся в ходе проведения специальной военной операции и удостоверенных государственных наград, стали участниками масштабного соцпроекта Минобороны России и крупнейшего национального оператора наружной рекламы «Герои Великой Страны». Информационные щиты с фотографиями наших земляков размещены в сотнях городов нашей необятной страны, в том числе в Москве. Страна должна знать своих героев. Как отметил президент Российской Федерации, наши бойцы, участвующие в СВО, заслуживают того, чтобы о них знала вся страна. Военнослужащие из Карачао-Чикесии с первых дней специальной военной операции на передовоз защищают интересы страны, совершают подвиги и получают высшие государственные награды. За каждой фотографией нашего земляка скрывается история мужества и решимости, непоколебимости духа и несгибаемой силы воли. В Карачао-Чикесии завершился оригинальный этап сергейского конкурса «Лучший социальный проект», в котором участвовали предприниматели, чья работа связана с решением общественных проблем, а проекты затрагивают самые разные сферы – от реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья до социального туризма. Из 15 заявок эксперты выбрали 7, которые представят наш регион в федеральном финале. Информацию комментирует начальник Центра инноваций социальной сферы Джаниля Карасова. Социальная предпринимательство – это все-таки такая устойчивая экономическая модель. С одной стороны, это все-таки бизнес, развитие, получение прибыли, а с другой стороны, при помощи этой модели решаются социальные проблемы общества. Учитывались оба критерия, учитывалась информационность, открытость, актуальность проекта, насколько это актуально для нашего региона. Более 6 тысяч человек стали участниками масштабной генеральной уборки в республике, среди которых сотрудники администрации, трудовые коллективы, волонтеры и неравнодушные жители. В Озжигутинском районе от мусора очистили более 40 гектаров территорий населенных пунктов. Старт экологическому марафону генеральной уборки в марте дали 1500 человек в Адыгихабрском и Ногайском муниципальных образованиях. Жители республики могут проголосовать за благоустройство общественных территорий в пяти населенных пунктах региона. С 15 апреля по 31 мая жители Карачао-Чекеси в возрасте от 14 лет могут принять участие во всенародном голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут преображены в следующем году. В этом году принять участие в развитии родного города или поселка могут жители пяти населенных пунктов республики. Так, в Черкесске будут выбирать между Покровским парком и возможностью благоустроить новую аллею на улице Красноармейской. Во втором по величине городе Ось-Джигуте при активном участии горожан может быть благоустроен сквер Победы, а в микрорайоне Московском аллея вблизи местного пруда. Карачао-Чекесск претендует на благоустройство двух аллей в центре города, а живописная Тиберда может получить субсидию на благоустройство общественной территории на улице Кирова или Домбайской. Проголосовать могут все желающие. 29 апреля в Черкесске пройдет первый республиканский хакатон КОД-9 мероприятие для любителей программирования. Это уникальная возможность для разработчиков, дизайнеров и технических гуру собраться вместе, чтобы создать инновационные проекты, применить свои навыки и проявить творческий потенциал. Участников мероприятия ждут увлекательные тематики и вызовы, предлагающие новые идеи и решения, возможность работать в командах и обмениваться опытом с другими профессионалами, опытные наставники и жюри, которые оценят работу и предоставят обратную связь. В Якутске прошло первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года, по итогам которого два борца из Карачачьей кейси вошли в состав юниорской сборной команды России. В состязаниях приняли участие более 300 спортсменов из 43 регионов страны. Так, Расул Капсергенов завоевал бронзу соревнований в весе до 125 килограммов, а Нуар Чагаров в весе 86 килограммов пятерки сильнейших. Оба спортсмена только перешли из возрастной категории юноши и сразу же показали конкурентоспособную борьбу с сильнейшими юниорами страны. Ну и последняя информация. С 25 апреля в Черкесске пройдет 10-й всероссийский отборочный турнир по вольной борьбе среди юношей 2008-2009 годов рождения, посвященный памяти заслуженного тренера России Михаила Чукова. В состязаниях примут участие команды Абхазии, Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабридно-Балкарии, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев, которые поспорят за путевки на юношеское первенство страны. Спортсмены, занявшие первые места в своих весовых категориях, получат право выступить на первенстве России среди юношей до 16 лет, которое пройдет в мае этого года в Туле. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным региональных синоптиков, сегодня по Республике переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, при порывах до 14 метров. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла, в горах местами плюс 10-15 и выше 2,5 тысяч метров. Лавина опасна. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, при порывах до 11-14 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 19 градусов выше нуля. Реклама. Это что там за базар? К нам приехал Дивный Дар. Рыбка самой Камчатки. Акция. Скидка 10% на черную икру. С 18 по 23 апреля. Впервые Дивный Дар в Черкесске. Остановка Рыноконечная на Кругу. 0+. Все подробности уточняйте у продавцов. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова